Добрый день! Видео от Дима Саныча, демонстрирующее, каким образом мы насаживаем так называемым петлевым способом наши изделия, наши приманки на монтажи, которые мы применяем в своей ловле. Вот поводок для петлевого способа крепления приманки. Возьмем стандартные таблеточки диаметром 18 миллиметров. Я одну заранее подготовил, просверлил предварительно. Возьмем продеватель и возьмем подготовленный поводок для петлевого способа крепления. Чем хороший этот способ? Тем, что он позволяет закрепить приманку без использования дополнительных стопоров гораздо проще, с меньшими затратами времени. Продевается петля сквозь таблетку, предварительно просверленную, и накидывается на саму же таблетку. То есть получается способ петля в петлю. В данном случае приманка находится на некотором удалении от крючка. Для этого предусмотрена возможность подтянуть приманку. Можно оставить ее и вплотную к крючку, можно подальше. Это, как говорится, уже на выбор рыболова. Экспериментировать нужно. В зависимости от того, насколько капризна рыба, осторожно и для других условий. Данный вид можно использовать с плавающими приманками и ловить по методу зигрик, а также с тонущими приманками со дна. При этом размер петли позволяет одевать, как в данном случае, 18-миллиметровую приманку, так и гораздо большую. Для примера я взял 35 миллиметров таблетку. Это мы используем при ловле на нижней Волге Сазана. Тоже предварительно просверлено. Размер петельки позволяет без труда ее одеть. Все изделия изготовлены нами собственноручно. Рецепты свои, проверенные на практике в течение многих лет, ловли на нижней Волге в условиях сильного течения, большого обилия мелкой рыбы и приспособлены под эти жесткие, так скажем, условия ловли. Вот как выглядит насаженная 35-миллиметровая таблетка. Также ее можно оттянуть на некоторое расстояние от крючка, либо можно вплотную к крючку. Такие размеры таблеток выпускаем в тонущем виде, тонущие и плавающие. Очень удобный вариант крепления приманки. Продолжение следует... Продолжение следует...